всем привет видео это у меня не про рыбалку а скажем так для про вещи которые связаны с рыбалкой и конкретно вот про ящик для зимней рыбалки этот ящик я купил буквально днях мне была доставка сейчас и я хотел сделать обзор этого ящика но потом я посмотрел вот этот ящик это свой мой старый ящик ему больше 30 лет с ним еще на рыбалку на зимнюю ездил мой отец так что он остался по наследству я его помню когда еще там первые разы ездил на зимнюю рыбалку когда мне там было не знаю 10 лет или может быть меньше даже и он уже был и он до сих пор как бы существует я правда с ним не ездил уже лет наверное 5 или 6 как-то я последнее время предпочитаю брать рюкзачок рюкзачок к там и стульчик кидаю в корыто санки и втащу так ну вот сейчас что-то я задумался купить ящик пластиковый современный мне его доставили и что-то мне начали закрадываться сомнения я так как бы хотел избавиться от этого старого скажем так громоздкого тяжелого но начал сравнивать и начинаю понимать что в принципе то не практически одинаковые и здесь есть и плюсы и минусы свои и там и там я решил сделать обзор этих двух ящиков так скажем на ваше усмотрение вам уже решать что вам нужно это или это скажу сразу этот ящик стоит где-то от 800 до там 1100 в разных магазинах этот ящик я поискал но не этот конечно ящик я думаю что этот ящик уже не продается нигде больше но подобные ящики где-то я видел в магазинах от 1000 до там до 1500 наверно но опять же там плюс минус размеры материал и так далее да понимаем что этот ящик был сделан еще в ссср как и что там использовали неизвестно что сейчас используют неизвестно точно также да то есть какие там толщина стенок и так далее то есть какой сам материал алюминий поэтому сказать сложно ну вот ценовая политика такая что это стоит чуть дороже стоит но у этого ящика объем как мы видим 19 литров и дальше сразу посмотрим что у него заявлено 19 литров выдерживает он 210 килограмм и температура там плюс 80 минус 40 я сразу скажу что даже при минус 20 я бы очень сильно так скажем не думал что этот ящик сможет прожить потому что будет минус 20 ударите куда-нибудь по ребру об камень случайно да там будете ли нибудь перелезать у нас на дамбе ударите его ребром и он поломается точно колонется этот пластик я практически уверен данному динозавру не будет естественно ничего и можно посмотреть он уже тут есть побитый пошиблены тут есть такие удары которые не знаю как они вообще со всех сторон он настолько отшлифован но он живет как бы и будет жить еще и меня переживет такая вот ситуация дальше что мы имеем в этом ящике у нас тут есть два деления верхняя ну во-первых да сразу скажем что сверху приклеена пенка это хорошая очень штука сидеть во моем будет очень тепло комфортно уютно да она не может быть там не такая мягкая как хотелось бы но то что вот допустим здесь сидеть будет холодно вот здесь будет сидеть тепло но опять же сюда мы можем приклеить ту же самую пенку и будет все то же самое и так первое отделение вот так выглядит открываем здесь такие ящички здесь у нас такая вот есть ставочки специальные пазики вставляются чтобы было здесь у нас есть вот такие отделения для всякой мелкой требухи здесь можем хранить причем вот это вот отделение вот эту вот вставку можно убрать да то есть эту коробку прям повесить на сам ящик ну принципе он будет ниже ну и неудобно будет так сидеть на нем ну и дальше мы смотрим уже главное отделение здесь такие замочки замочки кстати тоже очень ненадежные да то есть если мы посмотрим здесь замочек металлические которые танки из него делали как бы да то есть здесь замочки пластиковые ненадежные опять же на морозе они могут распредать ну и вот тут самое главное отделение большой да то есть вот но что у нас по размерам ну которые заявлены вы можете посмотреть на сайте я на в конце оставлю какие-то ссылки на эти ящики глубина у нас 28 сантиметров так ширина 21 здесь 34 но ящик идет у нас так скажем на сужение и вот если сверху 34 то там уже 30 там с половиной 31 этот динозавр у нас имеет 819 18 с половиной 41 и глубина у него 30 там 30 с половиной 30 с половиной здесь у нас есть тоже два отделения здесь как правило ставится термос причем здесь раньше был такой специальный материал чулок туда вставлялся термос и сохранял еще больше так скажем более надежно тепло сохранял вот мы берем в термос это старый еще советский термос литровый за может посмотреть видно термос там цена 15 рублей 70 копеек на видами виды на камеру цель на металлический до сих пор кстати работает хотя было куплено ну это тоже ему лет 30 уже было куплено два таких термоса один вышел из строя сразу что-то там брак какой-то оказался советский но вышел один сразу почему то вот так вот хорошо закрывается сюда он уже не встает крышка не закрывается как мы видим щель то есть можно и вот таким образом двухлитровый если возьмем современный двухлитровый то он не сюда не сюда не встает уже ну то есть только-только если наискось вот так вот их хоронить перевозить точнее то есть только если наискось по надежности я уже сказал да что это пластик он все-таки колки то есть ударять его сильно нельзя вот этот ящик бился что только не было как как он только что беды не переносил ну и самое главное вес именно с этого все у меня и началось когда я попытался замерить вес я и подумал а зачем я поменял одно на другое давайте посмотрим что сколько есть 2170 весит пластиковый 2170 2385 весит железный разница как видите оказалось буквально 200 грамм но сразу скажу вот этот ремень он весит грамм сто точно ремень этот а то и может даже больше ста он слишком да то есть здесь мы имеем поясок тоненький узенький да то вот на этом ремне можно вытаскивать просто джип из грязи если поменять этот ремень на такой же ремешок как и здесь то соответственно разница будет в этих весах грамм сто вот соответственно что вам хотел показать и рассказать об этих двух ящиках решать решать в принципе вам что вам надо ну вот я сейчас начинаю для себя думать что наверное я принципе поторопился с этой покупкой и можно было принципе все еще ходить с этим так что вот всем спасибо за просмотр заходите еще я думаю что будет видео скоро из рыбалки уже все-таки надеюсь погода изменится устаканится и я смогу выбраться на рыбалку ну а вам спасибо и до встречи пока пока